Салют, пипл! С вами Хьюман и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. О, да, это оно. Ну что, друзьяшки, посмотрим сегодня на первые свежие тесты бюджетной видеокарточки от Intel. Она очередной взлом LHR на лжи для Linux. Да? Хорошо, го смотреть, и я создал. Спасибо ребяткам с проекта PC World, потому что они были первыми, кто обкатал вдоль и поперек новенькую видеокарточку ARK, Intel ARK A370M. И дабы вы понимали всю серьезность данного тестирования и вообще, как его организовали, то редактору проекта Мэтт Смит, он вообще должен был поехать, скажем так, в штаб-квартиру Intel и там со всем этим договориться, и более того, оттуда не выезжая провести тестирование и потом взять с собой. Ну да, такие вот шаги нужно предпринимать, чтобы получить доступ к видеокарточке в ноуте. Ну, значит, человек любит свою работу. А все потому, что, друзья, такие ноуты и видеокарточки свет с огнем не сыщешь. Это учитывая, что релиз у нас состоялся еще 30 апреля. Это правда уже потом выяснилось, что данные ноутбуки были от Samsung в основном и Lenovo, и только для Южной Кореи. Так что, учитывая, что почти никто из рецензентов не получил ни ноутбук, ни видеокарточку, то, ну, вот эти тесты будут достаточно актуальны. Хоть и не там большая выборка тестов с игр. Да и Intel, собственно, разрешила запустить на тесты только 3 игры и одну синтетику. Мда. А это говорит о том, что софта еще не допилена. В общем, ребятки обкатали ноутбук от MSI под названием Summit E16 Flip Evo. И я напомню, что синяя ARC A370M – это восьмиядерная система X-Core, в которой столько же блоков трассировки лучей. Также 4 гигабайта видеопамяти GDR6, 64-битная шина, а энергопотребление составляет 35-50 ватт. Да, согласен, очень сильно похоже на RTX 3050 и Radix 6500. И по факту получается, что производительность ARC A370M равна зеленой RTX 3050, то есть самой слабой карте линейки Ампер. Ну ладно, давайте глянем результаты тестов карты в синтетике, а потом уже и в играх. Результат Time Spy от 3DMark демонстрирует нам с вами 4405 баллов для синей карты, что даже немного больше, чем у 3050, которая набрала 4396. Так что в синтетике Intel оказалось даже немного лучше. И, кстати, это в два раза больше, чем у в стройке синих, в лице, естественно, ARC XE. Даже по факту больше, чем в два раза. Это хороший показатель, потому что первый тест еще корейскими ребятами производился, так вот он нам показывал 3196 баллов. А да, настройки в Time Spy были дефолтные. Ну а теперь давайте глянем на результаты в играх. Начнем с Final Fantasy XIV Endwalker. Здесь Intel оказалось немножко медленнее, нежели Nvidia RTX 3050. Ну и само собой, тесты проходили при разрешении 1080p. Так что 3050 набрало 7639 баллов, в то время как ARC A370M 7196. Но уже при переходе к нашей с вами любимой ларке, ARC A370M потянуло лямку на себя. В итоге при Full HD и максимальных настройках, синие смогли обогнать зеленку с отрывом в 9 кадров. Не шибко много, но все же факт. И RTX оказывается на втором месте. Тем более тут FPS вполне себе сносный, 59 кадров в среднем. И вы это запомните, потому что в Metro ситуация будет намного другая и совсем иначе. И вот тут даже 3050 смогла выжать средние 50 кадров в секунду. Ну и третья игра. Metro Is Hot Enhanced Edition. Тут уже вновь пролетает Intel. Правда, справедливости ради стоит сказать, что всего лишь на 3 кадра. Само собой, при Full HD и высоких настройках графики. Однако в данной игрушке ни одна карта не способна перепрыгнуть 30 FPS. Ну вот они тупо не вытягивают. Так что настроечки придется подкручивать в сторону средних. Ну или если вы изврат и готовы катать в Metro с 22 FPS для 3050 и 19 FPS для Intel. Но с другой стороны вы можете подключить себе DLSS-ку. Ну, если вам нужен фреймрейт еще побольше. И если в 3050 я знаю, как будет это работать, то вот как будет вести себя аналог синих в виде XS. Но лично для меня пока что загадка. И вот что жалко, что ребятки не провели сравнение при прочих равных с включенным DLSS. Было бы любопытно посмотреть на разницу технологий DLSS и интеловскую XS. Тут получается, либо ребята не сообразили, либо посчитали, что пока не имеет значения, ну, либо Intel запретила. Кстати, то же самое могу сказать и за трассировку. Да, я понимаю, что на таких слабеньких картах подрубить еще и лучи, ну, может быть кощунством. Но, нужно понимать, что предустановка нормальная по лучам, она включает только гибридные отражения и не задействует рейтрейсинг на всю катушку. Ну, это так, к слову. И в итоге, ребят, мы видим с вами разницу всего лишь в 2 несчастных процента, но правда не в пользу Intel. С другой стороны, допилят драйвера, да может выровняться или даже перепрыгают. Но, с другой стороны, это и неплохо, потому что примерно такие же, собственно, и заявления официальный Intel говорила, ну, по поводу своих видеокартах, где стартовые карточки бюджетные, где средние сегменты и повыше. Ну, и я думаю, что они еще улучшат свой перфоманс после обновления и допиливания драйверов. Но, поскольку мы с вами не едины лишь одними игрушками за вашим ПК и ваши видеокарты, то вот как раз таки в контексте контент-мейкинга, Intel показала себя добротно. Прирост составляет плюс 38% производительности при помощи технологии Диплинк, когда вы, ну, скажем так, рендерите или работаете с какими-то программами творчества и так далее. Что такое Диплинк? Это возможность параллельно использовать и дискретную графическую карту, и интегрированную, то есть в стройку. Нет такого, что они по отдельности работают. А это, мать его, вкусненько! Получается реально круто, то есть, RX-XE работает с новенькими Intel Arc-Alchemic'ами, хороший симбиоз. Игр, конечно, тестировано было немного, поэтому прямо-таки максимальный вывод делать не будем. К тому же, когда появятся еще тесты, то вполне вероятно, что Intel подтянут драйвера ISO, а значит и производительность может вырасти. Более того, сей тест дает понять, что другая карта в лице Arc-550M вполне себе сможет конкурировать с RTX 3060. Ну а следующая линейка Arc 7 и с целой RTX 3070. И если в июне видеокарточки уже выйдут, да даже под конец, будет реально пушка, особенно на фоне новых графических процессоров, которые прогнозируются, что Nvidia, что AMD, ну тогда и ценники будут достаточно приятными. Во всяком случае, в большинстве регионах. Да даже на фоне взломанной защиты от майнинга в виде LHR, о которой, кстати, мы с вами недавно говорили, если прошляпили, посмотрите. И между прочим, говоря за LightHash Rate, которые вот поломали недавненько, да, у меня для вас есть дополнительная информация. Поэтому давайте посмотрим. Да, ребят, я вам уже в принципе полностью рассказал о том, что взломали LHR на 100%, пойти переманить можно, там, хоть обосрись, как говорится, но это было только на винде. Во всяком случае, в первых источниках информации. Теперь можно и на линуксе. Да, друзья, то есть тогда мы говорили о том, что команда NiceHash сняла ограничения, но теперь к ним подключились и NB Miner. Как именно им это удалось, ну, мы не знаем, потому что программа заточена на нас работает с закрытым исходным кодом. Единственное, тут, конечно, есть ряд вопросиков, а может быть, подсобили типа NVIDIA? Как так получается, что, скажем так, две компании, два отряда людей, практически день в день взломали LHR? Может быть, это Хонг постарался на озаре бомбы сложности, босса, просадки крипты или подхода новых графических процессоров новых линеек? Как думаете? Напишите в комментариях. И в итоге уже спокойно себе работает NB Miner VHC 41. Так что учитывайте, что именно из-за этого информационного поля, ну, скажем так, в некоторых регионах карточки могут подорожать. Хотя, опять же, чаще всего это касается именно тех регионов, которые самые-самые, мягко говоря, жадники. Но на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. Большое спасибо, что вы остаетесь со мной, поддерживаете меня спонсорством и на патреоне, и ютюб и так далее, бустит, донат и так далее. Низкий поклон. Ну, а с вами, как всегда, был Хьюман и, как всегда, кайфовые вам игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok